Между тем, стандарты международные должны быть одни для всех, должны быть незыблемыми. И эти стандарты должны объединять, а не разобщать. На уходящей неделе, в понедельник, послы 11 стран, в их числе и посол Испании, вручали президенту Александру Лукашенко верительные грамоты. Наш лейтмотив неизменен. Мы открыты для всех и готовы выстраивать доброжелательные отношения с каждой страной, не вмешиваясь в ее внутренние дела. Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. В текущем году Минск принимал два важнейших международных форума. Встречу министров иностранных дел Центральной европейской инициативы и сессию парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этой сессии, а затем и с трибуны Генассамблеи ООН, наша страна выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом хельсинском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евроатлантики и Евразии. Мы заинтересованы в том, чтобы проект «Хельсинки-2» состоялся. Я убежден, что и вы, уважаемые послы, сможете внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению и реализации этой актуальной инициативы. Важное дипломатическое дополнение. В среду в Минске открыли новое здание апостольской нунциатуры. Дипломатическим отношениям между Беларусью и Ватиканом почти 25 лет. Вы наверняка помните кадры с прошлой недели, когда наша столица принимала совет конференции епископов. Прилаты, то есть лица высшего католического духовенства из 39 стран, обсуждали в Минске вопросы вызовов, с которыми сталкивается молодежь Европы, и поддержали инициативу президента Беларуси об организации встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла на нашей земле.